Сегодня в Бодрыме ночью произошло землетрясение. Где-то около двух часов мы проснулись после двух очень серьезных толчков. Первый был послабее, потом был второй толчок. Начали падать бутылки с водой со столов, картины качаться, люстры. Мы посмотрели. Турки очень дисциплинированный народ. Они привыкли к землетрясениям. Все очень быстро начали выходить на улицу, собрали вещи. И потом, насколько я понял, всех турок оповестили по СМС о том, что не стоит заходить в помещение. И лучше дождаться разрешения властей. И, в принципе, все люди, наверное, большая часть людей, живущих в нашем отеле, собрали вещи, подушки, одеяло. И вышли на улицу, расположились на шезлонгах, вокруг бассейна, на пляже, на ресторанах, топчанах. И в зоне парковки. И до утра часов, наверное, до 7-8 находились на улице. Ресторан очень рано сегодня в отеле открылся. Обычно в 7 утра, сегодня в 6 утра открыли, чтобы кормить людей. В принципе, наш отель, я так понял, очень серьезно укрепленный. Потому что в регион Бодрума, сейсмический регион, здесь больше 2-3 этажей строительства запрещено. И отель, если строится, если у них есть там этажность больше 3 этажей, это значит, отель расположен на склоне горы. И, в принципе, он все равно не будет больше 2 этажей. Все номера укреплены ригелями. То есть мы посмотрели, сегодня с утра, ну, ночью они отключили все лифты, потому что экстренная ситуация. В принципе, паники не было. Я, насколько понимаю, что турки просто привыкли к таким ситуациям. Какая-то часть людей собралась ночью и выехала из отеля, потому что стояли пустые номера. Все остальные туристы находятся здесь. Есть группа казахстанцев, потому что вчера прилетел рейс, который делает Сан-Дей. Это внешняя авиалиния Ската. Они делают рейс из Алматы и, наверное, из других городов. Но вчера прилетели еще новые казахстанцы. И, в принципе, пока все мирно и спокойно.